и так продолжим с вами опять я Андрей Непряхин вот и на сегодняшнем уроке мы с вами разберем немножко поговорить с вами о моделировании вот развертки текстуры и также продолжим работать с кнопками с горячим клавишем и так далее давайте подружим какой-нибудь так 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 пример пример есть такое то часто многим работать с поверхностями вот вот еще с вами здесь же поставим опять-таки горячую клавишу переходим к Customize и здесь есть такая вещь как мы если мы найдем настройки with здесь есть клавиша open edges она очень хорошая часто нужно откроем все команды all commands букву о находим open edges open edges давайте мы с вами крошу вот и переместим ее сюда вот эту кнопочку она очень полезная так после того как вы это сделали то конечно обязательно нужно опять-таки сохранить вот наш файл который раньше сохраняли сохраняем да окей так для чего нужна этот open edges почему к примеру давайте мы с вами выберем какие-нибудь полигоны и их мы делаем для touch делаем для touch как элементов вроде не произошло мы ничего не видим но если мы нажмем клавишку open edges вот мы с вами видим сразу же что у нас здесь в этом месте вот вебра открытые то бишь они не связаны друг другом эти две модельки вот к примеру давайте выберем вертексы и несколько вертексов мы заберем давайте идем collapse 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 вот видите да что потихонечку начинает исчезать наша полоска что говорит о том что здесь больше нет дырки так называемой вот если мы потянем видно что у нас здесь дырочка такая интересная вот так же можно выбрать несколько вертексов сразу же и нажимать клавишу чем чем отличается в уголок коллапс если мы нажмем сейчас collapse вот она соберет все вертексы в одну кучу если мы нажмем клавишу weld слияние вот то она сливает ближайшие вертексы но она не сливает полностью видите да что у нас дырка исчезла очень интересная хорошая горячая клавиша которая постоянно нужна при работе с определенными объектами такими низкостями терринами и так далее давайте бросим некоторые у меня спрашивали к примеру по разведке очень сложных допустим поверхности давайте с вами мы сейчас смоделируем небольшой вход туннель к примеру создадим с вами бокс вот таким способом так добавим его сегментов применим модификатор band изгиб переходим к гизма вот начинаем разворачивать ну давайте выберем ось развернем на 90 градусов таким способом и начнем дальше его сжимать получилась такая интересная вещь так конвертируем в поле вот так горячие клавиши если мы выберем к примеру какой нибудь полигон если нажать клавишу shift и нажать средний полигон выделяется полностью все полигоны под всей длине вот либо ребро нажать клавишу shift выделяется все ребра по периметру по длине вот это массовое деление оно похоже как на loop или как на ринг вот есть некоторые особенности но это очень быстро вот если допустим вы выдели вверх shift вам еще нужно выделить бок сжимаем control и опять shift на следующее на следующее ребро control и shift так давай немножко его подредактируем нашу модельку делаем из них вид а тоннели перейдем полигоны выделим по плоскости удалим это лишнее вот дальше ребра shift зажимаем выделяются вот отнимем лишнее вот у нас остались выделены только боковые части нажимаем клавишу shift и тянем получается у нас такая полусфера сейчас мы с вами выровняем ее эту полусферу вот будем пока делать тоннельче такой вот сразу некоторые особенности есть вот к примеру мы хотим здесь чтобы края были прямоугольные переходим к примеру клавишу вертексы выбираем какую-нибудь верхнюю часть вертексов вот и существует много очень много способов выравнив вертексов в одну линию к примеру можно это перейти в верхнюю раскладку верхнюю во верхнюю панель viewport вот и сделать вид алинг вид сверху они выравниваются по одной оси второй второй вариант здесь есть клавиши make planner вот по оси z также можно выравнить вот либо путем вторым путем третьим вернее путем переходим деформацию вот нажимаем вот этот значок и по оси в данном случае у нас Z правой кнопкой мыши нажимаем вот у нас идет выравнивание также дальше опять боковой выбираем по оси X выравниваем и здесь выбираем по оси X правой кнопкой мыши вот и так мы с вами выравнили все оси вот давайте мы с вами все это дело сделаем сольем все вертексы удалим лишние полигоны это нижняя часть они нам не нужны будут в дальнейшем возьмем с вами несколько вертексов делаем коллапс эту часть вертекса делаем коллапс вот и оба вертекса по сетке вернить и так же верхняя часть нам нужно сделать тоже дело разбить коллапс так теперь что бы вернить есть такая отлично привязка координат нажимаем ее правой кнопкой и выбираем вертекса вот так у нас 3d выбралась наводим на ось который мы хотим выровнять есть у нас три оси будем наводим на ось x и тянем и наводим на тот векция с который находится внизу также здесь наводим ось x и тянем так у нас получилась такая интересная вещь давайте мы теперь с вами выберем выделим все ребра основные так и еще мы с вами хотели чем именно что сам урок заключается в том что нам нужно цитируйте на саму развертку давайте выберем полигоны клавиша shift следующий парикон и мы выйдем выдавим это у нас будет выделена кирпич накладка и теперь выделим заднюю часть тоннеля нашего клавиша shift это внутренняя часть нашего туннеля получится так и так может сказать что у нас черновая модель туннеля мы с вами создали теперь приступим непосредственно к текстурирование давайте с вами с вами материалы редактор материалов вот если кто работает с игрой сталкер то желательно сразу использовать материал сталкер материал будет у нас кирпич на стену брикс выберем с вами сейчас какой-нибудь кирпич чтобы это было видно хорошо так мы видим что у нас получилось кашу настоящая каши и сейчас мы с вами назовем делать и разверточку этой модели так запускаем наш текстул открываем наш окно вот что можно сделать здесь как мы видим что у нас здесь бы хотелось бы что у нас с этой стороны был красивый пол круглым кирпичик вот давайте мы с вами все это полностью разложим на кусочки отобразим с вами здесь в абьюпорте карту вот и наш кирпичик отобразился так приступим для начала давайте мы с вами выберем лицевую часть можно еще захватить нашу боковую нажимаем здесь утюжок он нам ее растягивает что-то мы захватили лишнее вот что захватили лишнее нажимаем утюжок он ее нам растянул давайте немножко ее сгладим расслабим релакс делаем ей так вот это у нас готова часть передняя вот следующее выкинем вот эту часть нижнюю так же самым мы ее утяжем и расслабим ее вот у нас выровнялась следующее мы выбираем боковые верты полигоны полигончики вот так лишнее нужно отнять alt alt вот и так у нас виделись только вот эта часть кирпичика вот можно утюжок выровнять ага какой-то полигончик у нас пролетел мимо вот 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 они выровнять вот у нас он получается наискер стоит не беда переходим в вкладочку снимаем выделение объекта элемента целиком выделяем какое-нибудь ребро и нажимаем выровнять он выровняет полностью целиком вот готово что у нас тут с нами еще осталось это вверх верхнюю часть опять готовый вот и у нас остается именно лицевая часть наша если мы с вами нажимаем утюжок либо применяем какие-нибудь другой как бы выровнять вот эту вещь не получится с вами какие бы мы не пробовали способом ничего не поможет а мы хотим сделать так чтобы кирпичик у нас лежал очень красиво полуком есть такая интересная функция в 3ds Max это работа с вертексами давайте переходим в вкладочку вертекса вот сейчас мы где-то модельку немножко развернем для удобства итак приступим открываем тулс нажимаем клавишу кричи вертекс вот выбираем здесь выравнив линию нажимаем окей вас появляется такой гружочек и начинаем вести вот таким способом по вертексам главное в правильном порядке их здесь нельзя мешать они у нас идут в правильном порядке выделили появился карандаш зажимаем клавишу shift и вот таким способом тянем в одну линию протянули становились опять карандаш такую же последователь выбираем другие противоположные ветексы опять появляется карандаш и чуть ниже зажимаем клавишу shift и тянем вот так вот у нас получилось с вами теперь давайте немножко это выровняем зажимаем клавишу shift чтобы видите у нас в одной сеть горизонтали и вертикали вот здесь у нас немножко кривовато опять нажимаем клавишу shift и подтягиваем в эту сторону вот у нас получилось что мы выровняли давайте посмотрим что у нас получилось попробуем с вами поровнять его вот таким способом у нас кирпичик начал появляться полугругой так после всего этого у нас получается что у нас везде собственно говоря кирпич разного калибра разного размера вот и нам тогда придется своими силами каждую именно что часть выравнивать чтобы это делать выделяем все и нажимаем здесь клавишу такая интересная клавиша есть для нормализации вот мы с вами нормализировали соотношение текстуры и соотношение кусков нашей модели развертки вот давайте мы это все теперь положим в одну кусочку и теперь мы начинаем уже увеличить всю разверточку до нужной калибровки нашего кирпича так вот что у нас с вами получилось видим да то здесь у нас арка получилась полукруглая так как мы хотели это пример работы именно с этим модификатором со скриптным текстула также здесь есть горящие клавишки конечно здесь много сильно нужно тренироваться этой клавиши служит для того чтобы выравнивать если у нас есть какой-нибудь элемент вот он стоит у нас криво мы можем перейти в ребра выделить какое-нибудь ребро одно и зажать выравниваем видите он вас выравнивает либо все весь этот объект все это нарезки можно поместить в рамки машины что рамку которая здесь либо сделать это раскладку разложить вот так же есть кнопочка скейт это пример у нас есть вот он один и верхняя часть его должна примыкать что мы с вами делаем переходим в ребра выделяем наши одно и второе ребро здесь же есть также в настройках присоединение да стичь selected присоединить либо это можно сделать простым нажатием клавиши у нас она присоединилась к верхней части вот так же есть интересная вещь для многих к примеру нам нужно вертексы два вот этих вертекса соединить вместе как это делается нажимаем правую кнопочку target weld берем вертекс и тянем его сюда вот у нас прилипает опять вот у нас получилась эта модель конечно это все здесь потянулось но если мы выделим все нажмем relax расслабить ну это в основном пригождается при моделировании каких-нибудь тряпок вещей и так далее иногда бывает нужно при разведке каких-нибудь камней и так далее вот что еще интересно есть в этом модификаторе в принципе основной все все остальное будет приходить с опытом с работой так на этом наверно пока все встретимся с вами на следующем уроке с вами был я Андрей Непряхин до новых встреч